Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе, мы сейчас изготовим поэтапно ручейника в домике, но будем изготавливать несколько другой вариант. Я подготовил, нашел вот такую пластмассовую бусинку, если у вас есть такая вольфрамовая, это даже еще лучше. И на всю длину, до середины, считайте, до начала загиба, я полностью все обмотал свинцом. Свинец не должен превышать по диаметру в намотке наш шарик. Беру обыкновенную белую нить, закрепим ее вначале у загиба и будем двигаться к нашему шарику, но не сильно стараемся подготавливать тело, так как нам здесь даббинг абсолютно все скроет. Не доходим примерно 2-3 миллиметра, и как обычно, я уже показывал, это обыкновенно кусочек, отрезанный от обыкновенной медицинской перчатки, которая продается в аптеке. Берем за один край, закрепим и слегка уводим теперь нашу нить, обматывая тело. Уводим окончательно, если есть в этом необходимость, можно вообще даже отрезать. В качестве лапок резинка есть такие, специально с ниткой идет уже для вязания носков, то есть считается как резинка носочная. подводим с вами вот так под край 1 и с вами выбираем первую величину наших лапок, какая нам будет нужна. Подрезать, конечно, их мы сможем, поэтому главное подобрать, чтобы они не были короче. Переворачиваем теперь с вами вот так резинку, которая вместо лапок и это же мы не делаем ничего другого, отрезаем с вами, потом подровняем. Берем теперь, проматываем еще раз аккуратненько, так, чтобы у нас сформировалось с вами хорошо место для наших лапок. вот грудку мы с вами уже сформировали с первой парой лапок. Переходим ко второй паре. Берем опять так же нашу резинку, подставляем сбоку, чтобы оно было у нас и слегка вперед. Переламываем и делаем один оборот полный. Годится. Так же взяли, подровняли, остатки удалили. и опять между лапками отворачиваем и аккуратненько между этой парой лапок, чтобы не примять те, которые мы уже закрепили. Проматываем еще нашей резинкой. вот мы прихватили все наши лапки. Я взял, расщепил нить. Будем изготавливать сейчас даббинговую веревочку. И взял вот такую, подготовил щепотку меха, специально изготовив даббинг. Здесь серый, коричневый, немножко зеленый. То есть любой практически какой вы захотите для себя даббинг, вы можете подготовить вот такую смесь. И изготовим теперь даббинговую нить. Небольшими порциями, так как сильно мы уже как первый раз подстригать не будем наш ручейник и обматывать пером уже не будем. То есть мы должны сейчас с помощью нашего даббинга изготовить само тело. Рыхлости здесь не должно быть. И учитывая то, что обматывать опять мы ничем закрепляющим не будем, то есть тело должно быть достаточно крепким. Поэтому мы наш даббинг будем садить на клей, что дополнительно даст крепости нашему ручейнику небольшую порцию буквально сантиметров десять вот так подготовили и как всегда прокручиваем сперва нашу катушку и начинаем формировать нашу даббинговую нить. если вот как у меня образуются вот такие несколько длинные волоски их желательно убрать сразу, чтобы они нам не мешали. Приблизительно вот такой пышности нам будет с вами достаточно. Цвет вы можете подобрать как я уже говорил сами. Все зависит от того какого цвета преобладают у вас ваши ручейники. Немножко совсем совсем немножко добавим клей начиная от тела и до самого загиба капельку. и удерживая нить начинаем от самого буквально даже заходя на наше тело здесь выполнить пару оборотов и отодвигаем наши волоски формируем нашу даббингову тело. домотали даббинг и как вы видите нам практически не приходится что-либо здесь общипывать. Сделали завершающий узел и наш вот такой незатейливый ручейник который имеет право на существование готов к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.